Виталий, приветствую тебя! Очередная неделя, соответственно, понедельник. Снова мы с тобой в эфире и обсуждаем рынки, технические анализы, фундаментальные, в общем, то, где видим возможности, где видим хорошие условия для рекомендаций. Друзья, вам подсказываем, как работать на текущем очень волатильном рынке. Я думаю, вы все прекрасно увидите, какой бы инструмент мы бы сейчас не взяли за основу нашего анализа, действительно, волатильность выше средних значений. Особое внимание сейчас к доллару, потому что доллар остается самым, наверное, ну, во-первых, самым надежным активом, это точно, если отследить его долгосрочную динамику, то, пожалуй, только он пользуется спросом. Доллар интересен, потому что через неделю буквально заседание американского регулятора, ноябрьское, где американский регулятор, в ходе которого снова повысит процентную ставку. И здесь спекуляции расходятся. Большинство, конечно же, за то, что на 75 байсных пунктов уже четвертый раз подряд, ну, есть те, кто полагают, что емкость будет повысить на 100 байсных пунктов. Ну, кстати, на этой неделе перед заседанием американского регулятора будет еще и ЦБ. В четверг, пожалуй, можно даже в качестве такого самого важного события недели именно заседанием европейского регулятора отдать себе первое место, как именно возмутитель спокойствия такого рыночного и катализатора движения европейской валюты. Давай, демонстрация экрана. У меня прям индекс доллара открыт. Традиционно разбираем этот актив. Индекс доллара сейчас 111.90. В принципе, если вспомнить те уровни, которые были во время нашего с тобой прошлого эфира, это тоже где-то в районе 112 пунктов. Я был сторонником того, что индекс доллара сохранит восходящую динамику. Достаточно до этого условий. Это и довольно неплохой фундаментальный фон. Во-первых, это сильный релиз по информперлсу. Во-вторых, это высокие значения по инфляции. Но здесь, конечно же, в плане неплохой фундаментальный фон мы возьмем в кавычки, потому что высокая инфляция – это, конечно же, такая краеугольная проблема сейчас для американской экономики ФРС. Как мы прекрасно понимаем и знаем, повышая процентные ставки, проводя программу количественного ужесточения, пытается сбить показатель инфляции и вернуть его к целевым уровням, которые находятся глубоко внизу, 2%. И понятно, что сейчас инфляция базовая 6,6% очень далеко, опять же, до цели. Может быть, на ее достижение американскому регулятору и американской экономике понадобится от 2 до 3 лет. Я не сторонник того, что в следующем году произойдет какое-то чудо, инфляция стабилизируется рядом со целевым ориентиром. В то же время стоит отметить, что когда мы разбирали индекс доллара, он котировался в районе 112 пунктов, в течение недели были попытки выкупа индекса доллара, максимум был около 114 пунктов, потом инструмент вернули вот к границе вот этого восходящего канала, где он сейчас и котируется. Я думаю, что каких-то серьезных драйверов на рынке сейчас не будет, вплоть до заседания федрезеров в следующую среду. Поэтому сейчас в режиме такой консолидации инструмент, на мой взгляд, останется. Но ближе уже к следующей среде, во вторник следующее заседание начнется, оно двухдневное, в среду будут подведены итоги. Я полагаю, что индекс доллара сможет все-таки выйти снова на траекторию роста и уже оттолкнуться от вот этой нижней границы восходящего канала и попробовать двинуть в районе 115 пунктов. И тут уже все будет зависеть от того, какую поддержку американский регулятор окажет доллару. Скорее всего, ставку действительно повысить на 75 базисных пунктов, как я уже отмечал, потому что ее нужно повышать. Если, опять же, говорить о поверхностно, то прежних решений недостаточно. Как мы видим, было, чтобы замедлить рост базовой инфляции. А базовая инфляция, ее рост отражает уже именно наличие в американской экономике инфляционной спирали. Кому интересно, что это такое, можете посмотреть сегодняшний мой брифинг утренний. Я там детально рассказывал основные причины этой инфляционной спирали, к чему все это приводит. Поэтому ФРС, конечно же, отсиживаться не будет. ФРС ужесточит политику. Я уже некоторое время назад поместил себя в лагерь тех трейлеров, которые считают, что 100 базисных пунктов это почти необходимо повышение. И в связи с этим, соответственно, жду дальнейшего роста американских облигаций. Сейчас, кстати, они котируются на отметке 4,14. Это десятилетние бумаги. При таком рынке долга, конечно же, у доллара есть дополнительная поддержка. Это не говоря еще о том свойстве страховки доллара от геополитических рисков, которые по-прежнему, к сожалению, на сегодняшний день еще актуальны. Как действовать? Я рекомендую длинные позиции с целями 115 пунктов и потенциально выше. Но, опять же, на ближайшие две недели, при всем уважении к мощности потенциальной обычной динамики доллара, конечно же, ему понадобится больше времени, чтобы протестировать 115 пунктов. Но я обеими руками и всячески, друзья, вас призываю воздерживаться от коротких позиций, потому что для этого нет никаких оснований. Европейская валюта. Я думал, что все-таки до заседания Европейского центрального банка евро-доллар удержится в коридоре 0,9650-0,9750. Тогда выставил отложку, точнее, стоп-лосса на отметку 0,9820. К сожалению, этот стоп-лосс был достигнут. Поэтому сейчас остается, будучи сторонним наблюдателем, следить за тем, что произойдет с парой евро-доллар дальше. Текущий рост европейской валюты – это не следствие оздоровления европейской экономики, не следствие того, что существенным образом все изменилось в фундаментальном фоне, и дальше евро будет расти. Это, на мой взгляд, самая обыкновенная техническая коррекция, которая, возможно, уже в этот четверг будет сведена на нет. Но я допускаю, что в четверг еще на пике реакции трейдеров на заседание Европейского центрального банка мы можем увидеть хай вот этой волатильности, которая потенциально может быть даже поближе к паритету. Я рекомендую забросить отложку sell limit с уровня 0.9950, стоп-лосс поставить на отметку 1.1020 и ждать все-таки разворота евро после, опять же, срабатывания отложки и последующее снижение вниз уже в расчете на то, что через неделю окончательно евро потопит укрепление позиций американского доллара. По рынку нефти сейчас котировки 90.50 я удерживаю в длинной позиции. Для тех, кто не открывал еще позиции, думает, что делать дальше, вот диапазон 88.50-90.50 я бы рассматривал как зоны для покупок. Сегодня в качестве позитивного фона для нефти стоит отметить блок китайской статистики. Опять же, после очередного съезда коммунистической партии, как я отмечал на своем брифинге, вроде бы как не было уже особых причин сильно рисовать статистику. Ну, я не вручаю, что она не рисована и в Китае, но по цифрам вроде бы как все неплохо. Темп экономического роста в третьем квартале 3.9%, прогноз был 3.4%. Промышленное производство существенно выросло, а если сравнивать с прогнозом 4.5%, фактическая цифра 6.3%. И скакнуло очень сильные показатели экспорта. Прогноз 4.1, фактическая цифра 10.7%. Надеюсь, что в конечном счете Китай все меньше будет фигурировать в новостных сводках относительно новых ограничений, потенциальных локдаунов и ухудшений эпидемиологической ситуации. Это позволит рассчитывать на восстановление активности и последующее восстановление спроса в условиях продолжающегося сокращения предложений за действия ОПЕК и именно сокращения поставок из России. Поэтому сторонник длинных сделок того, что нефть имеет потенциал на рост и, соответственно, вот эта рекомендация основная. И еще буквально пару слов. Хотел подсветить пару доллар-иен из-за вот этих интервенций, которые проводятся. Кстати говоря, я сегодня еще не видел подтверждений, что были интервенции. Только лишь масса комментариев от Банка Японии и Минфина о том, что они всерьез обеспокоены односторонним ослаблением курса национальной валюты, готовы вмешаться и так далее. Но, на мой взгляд, очевидно, что это была интервенция в прошлой неделе, в пятницу. И, возможно, так же, как и в прошлые разы, ее объем, точнее, Банк Японии влил на ее проведение от 25 до 10 миллиардов долларов. Но есть еще деньги для того, чтобы проводить интервенции дальше. Я бы рекомендовал рисковать сейчас, ставить на дальнейшее снижение пары, на укрепление японской валюты из-за того, что власти, возможно, будут поддерживать такой химлокальный тренд. И в качестве сделки предлагаю уровень 148.50, рискован очень. Селл-стоп, соответственно, стоп-лосс 149.50 и профиль в районе 145. Виталий, слово тебе. Спасибо. Ну, так скажем, Е, ну, сейчас, в общем, опасно торговать, потому что может такое быть в любой момент интервенция, да, это пролетит, что из стоп-лосса не сработает, да. Но в твоем случае то, что ты предлагаешь, оно, в принципе, меньше риска, потому что попасть на такой, так скажем, форс-мажор, да, потому движение вниз, да, движение вверх, оно идет, но оно медленно, то есть там каких-то проскальзываний не будет. Покупать иену в спокойное время хорошо, да, но могут пролить на 300-500 пунктов в течение часа, и там, скажем, можно попрощаться с депозитом, даже стоп-лосс не сработает. Это нормальная, скажем, ситуация, когда вот такая сильная волатильность, и не нужно там обвинять, допустим, брокера или в каком-то формате, то есть это ситуация форс-мажорная, когда не срабатывает стоп-лосса. Это нужно понимать. Итак, по рынку. На прошлой неделе у меня было две идеи, это покупка нефти, покупка валютной пары доллар-рубль. Пока мы, скажем так, локально что-то по нефти показывали, у меня было немножко другое уточнение, я со своими учениками разбирал нефть дополнительно, так как мы в прошлый понедельник торговались в районе 92-х, условно, не исключали проколы еще до 90-х, но я также обратил внимание ребятам, что мы можем еще ниже чуть-чуть 90-х, где-то в районе 88-89. Почему? Здесь достаточно агрессивная коррекция идет. И вот видно, что позапрошлую неделю агрессивно скидывали, и явно, что оттуда мы бы не развернулись. И я ожидал снижения в районе 89. Мы как раз туда и добили. Это если навести на этот импульс, который у нас был в начале октября, так скажем, это как раз коррекция в 60% получается. И мы до нее добили, плюс там РТС трендовой. И на текущий момент я также остаюсь быком у нефти. Чуть-чуть мне, конечно, ситуация не нравится. Но еще бы посмотреть на новый контракт, конечно, здесь экспирация проходила. Возможно, там ситуация более красивая. Желательно сегодня бы, конечно, нефть откупить. Потому что если ее будут дальше сливать, нужно быть осторожным. Конечно, соблюдая риски. В принципе, даже если не сработает наша идея, ну, зафиксировать об этом. Но пока ситуация, ожидаю в лонг. Цели здесь у нас могут получиться очень хорошие. Как я уже ранее называл, это условно 99.100. Это первая цель. Дальше 109.110. Здесь как раз по Fibonacci очень красиво видно. И глобальная цель это 125. Но это, конечно, не будет за один месяц. Это, возможно, длительная ситуация на ближайший квартал плюс-минус. Поэтому покупаем в секущих. То есть у нас цена 90. Если мы уйдем в район снова Fibonacci 89, я бы там докупился. С общим ступлосом где-то в районе 86.50 условно. Вот если мы туда уже уйдем, ну, как-то не очень красиво смотрится. Допустимо, но нежелательно. Потому что достаточно агрессивная коррекция получается. Это первое. Второе. Конечно, лучше бы подождать, чтобы докупиться. Там по них никто ранее не покупал. При наличии каких-то бэчих сигналов. Пока мы видим, понедельник сливают. И если бы там снова какой-то импульс нарисовать, будет более надежно покупка. Дальше доллар-рубль. На прошлой неделе я говорил покупать. Мы торговались, в принципе, на тех же значениях, что и текущие цифры. Это у нас 61-62. Дальше рассматриваем покупку. Цели я стоял достаточно большие. Ну, локально это 67 примерно. Дальше, я думаю, у нас космос есть куда лететь. При условии, что мы не будем обновлять прошломесячный минимум. Это в районе 55. Условно 57. Вот эту поддержку. Если мы ее дальше будем удерживать, то отсюда пойдет прострел. Ну, фундаментально, скажем, экономика, скажем, ухудшается. И в ближайшее время должны опустить рубль. Плюс там я недавно слышал, где-то около 300. Ну, большую сумму хотят выделить на ослабление рубля. Потому что, скажем, с какой стороны посмотреть. Сильный рубль, он тоже плохо вредит экономике. Это нужно понимать. И они тоже будут пытаться этот момент ослабить правительство. Дальше. По поводу других инструментов. То есть, получается, нефть и рубль я пока оставляю в своей позиции налом. Свои мнения и рекомендации. Дальше. По валютному рынку, что бы я хотел добавить. По поводу евро-доллара. Ситуация немножко сложная. По поводу шерфов. Здесь бы, чтобы подтвердить шорт по евро-доллару, желательно поглотить, так скажем, пятничное движение наверх. То есть, его нужно, скажем, сегодня хорошо скинуть или там завтра. И в таком случае, возможно, там ближе к ЕЦБ, мы там еще катархуемся немножко и двинемся сильно вниз. В альтернативном случае, если сегодня-завтра они будут не скинуть данный инструмент, то, скорее всего, у нас быки дальше будут левить цену наверх, пробивать сильный уровень сопротивления в районе 0,99. Кстати, по всем инструментам практически, там евро, золото, S&P 500, мы находимся возле такой точки сопротивления, это 50-й средний скользящий. То есть, явно подошлись снова ее тестировать. И посмотрим, какая дальнейшая реакция будет. В ближайшие 2-3 дня будет более понятно. И в качестве дополнительной картинки, вот доллар-франк, у него как по евро прошел импульс в пятницу. И здесь по доллар-франку, если мы вот так закроемся красиво, то, возможно, вторник-среда будет более понятно, будем ли мы дальше снижаться. Поэтому в евро есть все шансы уйти наверх и доллар-франка вниз. Поэтому рискованно можно доллар-франк с текущих 0,9980 шортить, добавляться в районе паритета, то есть 1,00, с общим стоп-лоссом где-то в районе 1,0075 условно. Ну, говорю, желательно сегодня, если шортить доллар-франк, то более ясная картинка будет вторник-среда, возможно, ближе к четвергу. То есть нужно здесь проторговаться и понять, что они рисуют. Потому что если тоже, как я сказал, по евро доллар-франк будут сильно откупать, то, скорее всего, дальше мы пойдем по тренду. И это касается всех остальных валют и золота и так далее. Что-то наподобие здесь сильный тренд, натуральный газ, когда разворачивали в сентябре, ну, конец, точнее, августа, здесь тоже аналогично было такое поглощение сильное, и там где-то недельку разворачивали, и получилось развернуть сильно тренд. Это к тому, раньше где-то несколько месяцев назад, еще даже там весной, кто-то пытался шортить, ну, писали в комментариях, когда натуральный газ шортил. То есть до этого у нас был очень мощный тренд наверх. Я хотел, что такие тренды без подтверждения нельзя просто шортить, потому что цена может улететь в космос, и, в принципе, она здесь так и летела. То есть нужно ждать какого-то подтверждения. И, в принципе, начало лета были посылки для шорта, мы сходили неплохо вниз на процентов 40. И начало осени аналогично появились импульсы, и то же самое по франку. То есть сильный уровень сопротивления, мы его уже, скажем, бьем весной этот уровень били, это, точнее, ну, примерно паритет 1.0065. И в текущий месяц новая этот уровень били. Возможно, здесь появились недведи и будут эту цену пытаться хотя бы скорректировать немножко. То есть цена, какой бы ни был фундаментал, все равно присутствуют иногда технические коррекции хотя бы на несколько дней, на несколько недель. Поэтому этим тоже можно воспользоваться. Ну, и пока все у меня, в принципе. Всякие инструменты, что фондовый рынок, что валютный рынок, одна картина. Сегодняшнее закрытие, завтрашнее, оно покажет более точную картину, куда мы будем дальше двигаться. По тренду или коррекция это затягивается. Спасибо тебе, Виталий, за твои рекомендации, сделки. Следим, как и всегда. Через неделю снова обсудим все. Это уже будет после заседания Европейского Центрального Банка и буквально за день до начала заседания Федрезерва. Поэтому точно будет о чем поговорить. Я надеюсь, что в целом рынки станут более предсказуемыми, может быть, менее волатильными. Кто-то со мной поспорит и скажет, что наоборот лучше, когда они активно ходят, есть возможность больше заработать. Ну, кому что нужно. Я все-таки сторонник более таких стабильных движений, скажем так, а не так, что по несколько фигур вверх-вниз, и это все за одну торговую сессию. Ну, ладно, будем смотреть. Мы, друзья, как всегда, держим руку на пульсе и вам традиционно подсказываем, как лучше ориентироваться. Виталий, спасибо еще раз. И тебе тоже. Хороший торговый день. Пока. Пока. Удачи всем. Удачи всем.